Всем привет! С вами Елена Максимова и я рада, что я наконец-то в эфире. Давно я уже не появлялась вот так с вами лицом к лицу. Сейчас мы начинаем шить нашу масочку. Ну что ж, приступим к пошиву маски для сна. Берем шаблон и переносим на любую мягонькую ткань, которая будет приятная на ощупь к телу. Ссылку на шаблон вы, как всегда, найдете в описании под этим видео. Нам нужно выкроить сразу две таких деталей. Вырезаем с небольшими припусками. Пока что эти детали откладываем в сторону и приступаем к пошиву ушек. Переносим контуры ушек на ткань, складываем ее пополам и скалываем булавочками, прошиваем на швейной машинке. Вот такие детальки ушек у нас должны с вами были получиться. Выворачиваем их на лицевую сторону и продолжаем дальше шить маску. Теперь я взяла уплотнитель для сумок. Он очень похож по составу на искусственный фетр. И переношу выкройку ушка на этот материал. Можно попробовать наполнить синтепухом, либо синтепоном, либо другим наполнителем. Но мне не понравилось, как это выглядит. И я решила использовать уплотнитель для сумок. Вкладыши нужно вырезать чуть меньше, чем шаблон, потому что иначе он не встанет в ушко. И вложить внутрюшка. Теперь нужно загнуть края ушка к центру и сметать любой ниточкой. Примеряем ушки в будущей маске. Определяем местоположение, где они будут у нас находиться. И приметываем к краю маски. Теперь нам нужно вложить резиночку, которая будет фиксировать маску на голове. Здесь уже размеры чисто индивидуальные. Померяйте, сколько нужно для вас или для вашего ребенка. Ну а сверху уже нужно этот весь бутербродик накрыть второй частью маски. Чтобы маска была более мягкая и нежная по своим прикосновениям к личику, нам нужна еще одна деталь из синтепона. Кладем ее на любую сторону, на которую вам больше удобно. И все это теперь нужно зафиксировать булавками. Прошить по контуру на швейной машине, либо на руках. И оставить вверху небольшое отверстие для выворачивания. Теперь снимаем булавки, обрезаем лишние припуски, если у вас таковые остались. И выворачиваем нашу маску. Не забудьте на изгибе сделать надсечку, потому что я забыла и пришлось выворачивать обратно, чтобы надрезать ткань. Если этого не сделать, то на переносице ткань будет морщиться. Теперь нам осталось зашить отверстие потайным швом и проложить декоративную строчку по контуру нашей маски. Все вы знаете, как выполняется потайной шов. Если не знаете, то переходите по ссылочке, чтобы посмотреть видео о том, как это делать. Осталось навести красоту нашему зайчику. Я из фетра вырезаю реснички абсолютно в произвольном порядке, без всяких шаблонов. Нарезаю треугольничками полосочку и это будут наши реснички. Эти реснички нужно приложить на маску и пришить потайным стежком к верхнему слою. Конечно, если положить реснички ровно, то это совершенно не эстетично. Но я немножечко решила их изогнуть и мне уже понравилось. После примерки ресничек я поняла, что линия роста ресничек у меня слишком толстая. Я решила ее немножечко сделать уже и немножечко загнуть. Так гораздо симпатичнее. После того, как нас все устраивает, как я уже и говорила, реснички нужно пришить только за верхнюю часть ткани. Можно еще захватить наполнитель. Масочка без бантика мне показалась скучной, поэтому я решила сделать ей бантик. Делать его легко и просто. Я взяла прямоугольник цветной ткани и полосочку ткани, подходящей в тон к этому прямоугольничку, чтобы сделать перемычку. Проложила две строчки по длинной стороне. По серединке я оставила отверстие, через которое я его выверну. А потом проложить строчки по коротким сторонам. Теперь срезаем лишнюю ткань и уголки. Выворачиваем наш будущий бантик на лицевую сторону через отверстие, которое мы оставили. Небольшим количеством синтепуха я наполняю бантик и зашиваю отверстие потайным швом. Перематываю бантик по серединке. И теперь приступим к полосочке. Ее нужно сложить таким образом, чтобы края ткани не были на лицевой стороне и обмотать посредине наш бантик. Фиксируем перемычку с изнаночной стороны. После этого пришиваем к нашему зайчику. Вот так быстро и не сложно мы сшили маску для сна для наших любимых деток. Они здорово вам помогут в дороге. Да и просто детки любят в качестве игрового элемента засыпать с такими масочками. И я надеюсь, что вам все понравилось и все было понятно. Вы поставите мне лайк под этим видео и напишите пару приятных слов. Надеюсь, что у вас не возникло вопросов, не осталось, вернее, вопросов после того, как вы посмотрели мой мастер-класс. И вы поняли, как создается такая масочка для сна. Она очень удобная, замечательная. Девчонки, я вот просто, ну, уже сама ее оттестировала. И она мне очень нравится. И что вам хочу сказать, дети просто в восторге от таких вот зайчих мордочек с ресничками. Это очень забавно и интересно. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч в новых видео. Я надеюсь, что мы увидимся с вами как можно скорее. Всем пока. До новых встреч в новых видео. С вами была Елена Максимова. С вами был Игорь Негода.